Президент Украины Петр Порошенко попросил русскую православную церковь показать свой Томас. Мол, типа, у нас он теперь есть, и мы вам его можем продемонстрировать, а у вас его нет. То есть мы теперь миримся с Томасами. Это очень неприличное выражение. Вы поняли, какие у нас друг у друга ассоциации, да? Да, Томас, значит, о том, что Томас будет действительно получен, хотя некоторые сомневались. И говорили, что вот Варфоломини рассчитал и не получил поддержку. Ни одна церковь фактически не поддержала решение о Томасе, исключая грузин, которые что-то там вякнули неразборчиво про то, что мы должны подумать. А церкви думают очень долго. И что мы, конечно, поддерживаем стремление, значит, украинцев стать, иметь свою независимую церковь. Но ни одна поместная церковь не высказалась в поддержку этого решения. Есть те, которые, как они называют, вырабатывают решение. Они могут вырабатывать, вырабатывают сто, знаешь, опять же, церковные дела. Есть те, которые сказали вообще, как осудили это решение. И все считали, что не рискнет Варфоломии. Я сейчас работала как бы в Греции, и в Греции люди, которые из церкви, четко сказали, что получила немалую взятку за это. Очень большие деньги получила. Ну, потом разберемся, от кого, да. Получила от Украины, во-первых. Во-первых, от Украины взятка большая. Другую получила, в общем, как бы от тех, от своих кормильцев, от американцев. И мне совершенно четко, я разговаривала в Греции с Архимадридом, я не имею права назвать его имя, потому что греческая церковь наложила обет как бы молчания. То есть она не комментирует эти события официально. Но неофициально я общалась на очень высокопоставленном уровне с человеком, который мне сразу сказал, что это политический проект. То есть он церковник, но он сказал, что это политический проект. И получат они в любом случае свой Томас, получат они его к Рождеству, чтобы спасти, как он совершенно четко сказал, чтобы спасти рейтинг Порошенко и дать ему возможность, это совершенно политический, это говорит священник, вообразие, да? Ничего себе. Чтобы спасти политический рейтинг, который нулевой сейчас у Порошенко. Разговаривали мы с ним, с этим священником, три месяца назад в Греции. И действительно рейтинг у него был нулевой. А это ему шанс на Рождество, когда будет всеобщее ликование, умиление, празднование. И в этот момент он получит свой Томас, которому он сейчас так хвастается, чтобы поднять. И так все, в принципе, и случилось. Слушай, это удивительно. Чем же им так люб Порошенко, что они заботятся о его рейтинге? Заботятся о рейтинге вовсе не, естественно, не Константинополь. Да, да, да. Я люблю совершенно как бы наплевать на Порошенко и кто такой Порошенко. Этот вообще проект созрел в прошлом году. Созрел он в Америке. И даже могу тебе сказать, кто был его автором. Вообще, что такое фонар? Фонар – это район в Стамбуле, где находится патриархия, вот Константинопольская патриархия. Слово «фонарь» русское от этого слова. Фонарь – свет. В этом районе живут, значит, несколько, там, по-моему, три или четыре тысячи греков. Вот и весь, собственно говоря, вот и вся паства великого вселенского патриарха Варфоломея. Но деньги он гребет совершенно с другого места. Деньги он получает от четырех миллионов греков, которые эмигрировали в Америку. А это очень богатая диаспора. Они давно уже, они еще поехали в начале 20-х годов прошлого века, они бежали все время от резни в Турции. Там огромная диаспора. Вот четыре миллиона человек являются православными, и они очень верующие люди. Но они верующие по-американски. Американские вообще, они же прагматики, да? Вот ты грехи свои должен выкупить, да? Ты идешь, как протестант, это такой протестантский подход, да? Ты идешь и платишь деньги. Это очень богатые люди, влиятельные. Более того, ты не забываешь, что есть православные украинцы в Канаде, которые огромная диаспора, которая тоже подчиняется Варфоломею, он тоже берет деньги. Есть в Австралии диаспора украинцев и греков, которые тоже занесло. Но проект был, значит, зародился, собственно говоря, в политических недрах. Есть такой очень скромный отец Алекс Карлуцус. Он живет в Нью-Йорке, и соседи у него такие приличные. С одной стороны, Джордж Сорос домик имеет, да. А вообще его лучший друг – это Джо Байден. Настолько лепший друг, что они дружат уже 40 лет и вместе вырастили сыновей. То есть они, можно сказать, кумовья. То есть такой вот скромный отец Алекс Карлуцус. Это такой священник. Просто чтобы тебе представить, на его последнее честование приехало 1300 человек американской элиты, почти весь список Форбс. Все были в бриллиантах, в вечерних туалетах, в лимузинах. Естественно, приехал лучший друг Джо Байден. Именно скромный отец Алекс познакомил Джо Байдена с Варфоломеем. Более того, Джо Байден благодарил отца Алекса и говорил, что это величайший человек в современности, так он назвал величайший человек в современности, патриарх Астинополя, Варфоломеи. То, что вся эта сложная игра раскола правословного мира и независимость украинской церкви зародилась там, в Америке, и помогли этому греческие круги. Значит, фактически то самое глубинное американское государство, которое планирует проект. Чтобы тебе представить, власть этого Алекса Карлуцуса, он в легкую собрал 50 миллионов долларов на строительство церкви Святого Николая на месте падения башни Близнецов в Нью-Йорке. 50 миллионов долларов собрал человек просто, вот знаешь... Слушай, пара бриллиантов его гостей, и вот тебе 50 миллионов уже просто. 50 миллионов долларов, да. И он же нашел 2,5 миллионов долларов на православный собор на острове Крит. Это было в 2016 году, куда русская церковь не явилась. Обещала, но не явилась, потому что собор спонсировали американцы, это раз. Он был организован американцами, и он должен был состояться как реальный всеправославный собор. А поскольку русская церковь... Если нет хотя бы одной церкви, это не считается уже, понимаешь? Да, да, да. И поэтому русская церковь не явилась, и как бы сильно этим подгадила, конечно, Варфоломею и грекам. А были причины такого решения с нашей стороны? Ну, то есть причины были, в общем, скажем так, тут причины сложные. Мне сложно говорить за нашего патриарха, но то, что говорят греки, что русские хотели унизить и поставить на место патриарха Варфоломею, и показать ему его место, что ты вообще сидишь в своем маленьком фонаре, или ты никто, а мы величайшая православная держава мира. И что-то тут еще был такой момент, что... Ну, вот это реально... Церковь – это отнюдь не сборище ангелов. Это политика, страсти такие, что... Я, конечно, в Греции, когда общалась с священником, по-моему, было ощущение, что я говорю не с людьми церкви, а как минимум с политологами или с экспертами, потому что они все говорят только о политике. Политика, политика, политика. Это меня поразило. Вот именно высокопоставленные церковники, я поняла, что это обычное для них дело. И вот нам этого не простили. Нам этого не простили. Это было величайшее оскорбление, нанесенное Варфоломею. И говорят, что он поклялся отомстить, что... Поскольку речь уже о том, что шла давно, о независимости для украинской церкви, то вот оно как бы и случилось. Вот на этом месте подошла, совсем не по-христиански, что называется. Вот. Плюс это еще американский проект организованный, в который вложила деньги полностью вот этот отец Алекс Карлуцус, который стоит, его называют серым кардиналом Константинопольского патриархата. Америка дала на это деньги. И вот этот проект, он созрел и, как мы видим, осуществился. То есть они его довели до конца, как стараются это делать все-таки американцы. Я все-таки закончу об этом на отце Алексе Карлуцусе, который стоит за всем этим проектом, этим влиятельнейшим американцем. По странному совпадению, его сын – начальник протокола Госдепартамента США. Он не только друг Джо Байдена личный, но еще и сын, его начальник протокола Госдепартамента. Поэтому тут никаких ошибок быть не может. Более того, патриарх Арфоломей, тоже лепший друг этого отца Алекса, который организовал всю эту операцию, по автокефалию Украине, он даровал ему звание Архонта. Заслуги боготворительства. Архонт так называли вообще в древней Греции князей, а в Византии называли таких вельможных лиц. Архонт, сейчас, чтобы тебе представить какое-то хитрое общество, в 2005 году в американском отеле «Хилтон» звание Архонта и Великого Ритора за глубокие богословские познания и высокий уровень ораторского искусства был достоин Горбачев от лица патриарха в Алфраме. Особенно не нравится ораторское искусство, как ты думаешь, Горбачев был довольно скосноязычный, вернее, искосноязычный человек. Более того, что не так торопились вручить им это звание Горбачеву, что даже не сочли нужным ехать в православную церковь, заехать в церковь, они сразу поехали в отель «Хилтон» и вручали ему это звание Архонта. Присутствовали директор ЦРУ Джордж Теннет в этот момент, грек, кстати, он тоже грек, и которому на свящий день тоже дали звание Архонта. Это такое масонское общество Архонтов, да, это очень влиятельные люди. И советник Буша Фрэнсис Таунсинт. Это такое общество ордена Святого Андрея, так называется. Это реально масонское общество, где входят влиятельнейшие люди мира, в которых, например, тот же наш Горбачев. И, в общем, это общество тоже стояло, общество Святого Андрея стояло за вручением, вне зависимости, дарованием от текефалии украинской церкви. Вот такая любопытная история про отца Королуца. Что касается самих греков. Греческая церковь ненавидит лютой ненавистью батареарха в Архонте. Батюшки, да за что ж такое? Да. А ненавидит она его вообще давно. То есть, как бы, ну, во-первых, греки очень смешные в этом отношении люди. Они считают, естественно, для них Стамбул, это Константинополь, это их город и так далее. И у них, значит, было даже видение старца Паисия, который сказал им, что русские, значит, вот, буквально в следующем, в этом году, если не ошибаюсь даже, это было несколько лет назад, было видение у него, освободят Константинополь, то есть мы придем, освободим, значит, город и подарим его грекам. И когда я спрошу грекам, а почему мы должны, собственно говоря, русской кровью поливать землю турецкую, дарить этот город вам? Есть такая легенда в Греции, да, что он... Они говорят, ну, вы же знаете, что это наш греческий город, что это Византия, вы нам его отдадите. У меня приятель, который живет в Греции, рассказывал, что в день, когда сбили русский самолет турки, когда все посадили с войны, он, значит, поехал в банк, где сидели пять, значит, аханников греческих. И жарко спорили друг с другом. То есть спорили они о том, что, значит, не о том, что сейчас начнется война, это уже, они, типа, сейчас будет война, сейчас русские возьмут Константинополь, дадут нам, это уже дело решенное. Они думали, вот надо ли нам в благодарность отдавать русским проливы, или они, русские, обойдутся. Это же наши проливы. То есть, как бы, вот настолько они уверены, что... Как же так, это же наши. Даже если русские должны пойти в собаке, отдать нам. Вместе с проливами, заметь. На уровне простого населения есть такая легенда, да. Ты знаешь, Даш, может, прости, может быть, как-то это вульгарно или несколько грубо прозвучит, но мне кажется, что многие народы воспринимают нас именно как Решал. Придут русские, решат проблему, а мы воспользуемся этим, да? А мы как-нибудь вообще, да, мы воспользуемся. Вот, и у греков вообще с этим очень сложно. Почему они ненавидят... Варфоломе. Варфоломе. Они даже не столько... Не только варфоломе, а вообще Константинопольский патриархат. То есть, сам Константинополь, они обожают, любят, значит, это их... Это для них всё, это страсть, это Византия и так далее. Это их родина. Они считают, что они должны туда вернуться. Но ненавидят они за то, что Константинопольский патриархат подгадил всем, кому только можно, в том числе и грекам. Потому что Греция, греческая церковь не владеет половиной греческих церквей. Подожди, как это... А вот так это, потому что... Растолкует. Растолкую. Греческая церковь, она тоже поместная, да, как наша. То есть, она со всеми правами церкви. Но она не владеет островами, не контролирует острова Родос, Лесбос. Афонский монастырь не входит в её владение. Это всё контролирует Константинополь. Все самые вкусные места забрал себе Константинополь. Все северные территории, так называемые, как называют, Греция. И они не могут ничего добиться с этим. То есть, если по карте посмотреть, это половина Греции. Она контролируется к патриархам Парфоломеям, отчего патриархат этот ненавистен грекам. Потому что это их территория, а каноническая территория, считается, принадлежит Константинопольскому патриархату. А в чем этот контроль выражается? Ну, потому что это всё во всём. Почему Афон уйдёт теперь от нас? Сколько мы вложили денег в эти афонские монастырии? А, да, 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 я помню. Да, там же кучу грохнули всего, а теперь они все под патриархатом. То есть, они не контролируют ни доходы, ни плату, ни назначение важнейших людей. Они полностью контролируют половину Греции, Константинополь. Что до сих пор греки им простить не могут. Вот. И поэтому эта проблема не только... Поэтому, как ты понимаешь, греки не питают сильно любви к Варфоломею. Более того, он не так... Как раз когда я была в Греции, он приехал в Грецию, и чтобы, значит, встретиться с патриархом Иронимом греческим, тот сказал, что он занят. Это было величайшее оскорбление. Но когда ты понимаешь, человек приезжает издалека, да ещё весь великий вселенский патриарх Варфоломи, и приезжает на пять дней всего, ему ответили, что патриарх, к сожалению, занят. Он не смог с ним встретиться. Вот такие дела. Приезжать надо было заранее. Вот здесь эта истерия. То есть в церкви там столько ненависти и взаимных противоречивых политических интересов. Вот это просто простой пример. Более того, например, в Греции была дикая драка из одного храма. Реальная драка вместе с полицией. Когда Константинополь сказал, это наш храм, а греческая церковь сказала, нет, это наш храм. И там и двери вышибали, и в суд ходили, и, значит, начинали службы, выгоняли службы. Это всё не игрушки. Но ведь, смотри, ведь на Украине же происходит сейчас абсолютно то же самое. Да, да, да. Там же тоже начинается абсолютно то же самое противостояние. Это наш храм, нет, это наш храм. И это как раз из-за того, вот из-за этой автокефалии, которую дали Украине. То есть они понимали, на что они идут. Они не могли не предвидеть эти события, которые вот сейчас уже разворачиваются. Они прекрасно это понимали. Более того, вот это было колоссальным оскорблением послать на Украину двух экзархов. Один из них был, между прочим, по нашим понятиям, еретик. Он униат. Почему не послали американских экзархов встретиться с русской церковью? В церковью, которая принадлежит московской патриархии, подчиняется. Они приехали, то есть украинская церковь московской патриархии. Да, да, да. Правильно называть ее так. Приехали два экзарха из Америки. И один из них униат католик. Это что за дела вообще такие? Естественно, что о чем мы должны говорить с католиками? О чем московская патриархия, церковь московской патриархии будет говорить с католиками? Это вообще не ваши дела. Это было оскорблением утонченным, когда прислали двух экзархов и отказался. Я пытаюсь сейчас понять, ну вот смотри, какое жесткое и резкое противостояние. Но ведь, может быть, я ошибаюсь, и ты меня поправишь. Но вот лично у меня, как у человека, который неглубоко посвящен в эту тему, все-таки создается ощущение, что наша православная церковь, она, ну, мягко говоря, в своих поступках и действиях не агрессивна. То есть, ну да, совершают какие-то, может быть, действия, но не публично, не вот так, чтобы уж оскорбляться, обижаться и мстить за то, что сделала православная русская церковь. Или нет? Или, может быть, наша церковь какие-то ошибки совершала? Я не знаю, что... Главная ошибка была в том, что мы совершили, на самом деле, для многих православных, наша церковь совершает непонятные шаги. Во-первых, это было сближение с Ватиканом. Ватикан всегда предатель и будет предателем. Для всех была неприятна встреча, для православных встреча на Кубе, значит, Папы Римского и нашего Патриарха. Это воспринимается как предательство, потому что всегда наша церковь, наша церковь всегда выступала за то, что Ватикан – это враг. Не забывая, что Ватикан полностью поддерживал Гитлера. И это вообще... Это всегда было Ватикан, Запад всегда был нашим врагом. Но это подавалось как историческое событие, я помню это, да? Да, да, да. Вообще, это на самом деле, это еретики. С нашей точки зрения, это всегда были еретики. Изменилась позиция. Потом мы пошли на эту, значит, историю с экуменизмом. Вот давайте, значит, экуменизм, экуменизм, значит, все церкви должны слиться, значит, постепенно в одной большой-большой любви. Давайте общаться. Это тоже для нас было, как бы для многих православных, это странный момент. Тем более, что к нам всегда Запад был враждебен. И всегда было... Сколько на нас нападали католики? Вот ты посчитай. Все войны. Наполеон, вся католическая Европа шла на нас, да? Поляки, рыцари, значит, все кольсоносцы, которые шли воевать. Еще Александр Невский. Это все были направлены в католическую церковь. Шведы, да, в ту пору протестанты, люди ранее, да? То есть все было направлено с Западом. И вдруг такое сближение с католиками. Плюс очень плохо отнеслись, например, что церковь не поддержала русский мир. Мы когда общались с украинским священником, так называемой православной украинской церкви, он нам говорил, а чего вы хотите? Вот мы хотим того же, что и вы. Мы хотим независимости. Но действительно, вот что ему можно ответить? Где вот здесь, я не знаю, тот дьявол, который кроется в деталях? Объясняю. Да, действительно, это правда, они получали, после особенно освобождения от туроков, они почти все получали автокефалию. Кстати, долго думали всегда в Касатинополе, чтобы дать эту автокефалию. В чем здесь разница? Тут не церковь просит автокефалию. На Украине находится только одна законная церковь, которая признана всеми остальными. И зовут ее Украинская православная церковь Московской патриархии. Никогда не просит автокефалию депутаты Рады и президент страны. Это не их дело. Просить автокефалию имеет право только законная церковь. А законной церковью, признанной, является только одна, а она ни о чем не просила. Действительно, был такой момент, который они пытаются сослаться, по-моему, в 92-й год, когда все рухнул Советский Союз. В какой-то момент действительно запросили, и даже поставил свою подпись о том, что дайте нам автокефалию, но потом отозвали буквально через несколько недель и остались под руководством Московской патриархии, на канонической территории Московской патриархии. Не просила законная церковь о том, чтобы ей дали автокефалию. А то, что какой-то президент, выбранный на какой-то срок, вдруг начинает раздачу церквей, как Андрейскую церковь уже подарили, значит, и несколько церквей отойдут самых шикарных, отойдет Константинополь. Да, да. Да, и вдруг требует какой-то автокефалии. Это незаконно. Он не имеет права вмешиваться в дела церкви. Государство на Украине, тем более, церковь отделена от государства. Это абсолютно незаконная вещь. Далее, кому даровали автокефалию? То есть сам вопрос, он непонятен. Кто эта церковь, которую даровали? Даровали ее двум раскольничьим церквям или даровали ее церкви Московской Патриархии, которая об этом не просила? Тут получается момент, когда там было все понятно, когда давали... То есть церковь просила, единая церковь просила. Но подожди, есть Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Она раскольничая. Та самая, которая стала так называемой Украинской Православной Церквью. Но она раскольничая. Она не имеет права просить о чем-то, потому что она не существует в природе. Она не существует по каноническим правилам. Ее нет, она раскольничная, она признана раскольнической церковью. Ее не признала никто, кроме сейчас патриарха Варфоломея. Ну, то есть, Даш, прости, пожалуйста, может быть, параллель несколько некорректна, но, тем не менее, у нас вот в стране было тоже такое объединение духовное, как секта Бога Кузи, понимаешь, назови ее церковью Бога Кузи, и примерно то же самое. Вот если президент с утра, проснувшись, почесал пятку и сказал, «А я люблю попугаев, давайте мы...» Ну, Бог Кузи – это попугай, ты знаешь, да? Вот давайте, я люблю животных, давайте мы этой церкви автокефалию дадим. И дальше он отправляет запрос, получает Томас, и церковь Бога Кузи становится вполне себе действующей церквью на территории страны. Ну, это бред какой-то, просто бред. Вот представь себе, что две раскольничьих церкви, кому дали автокефалию, непонятно. Дали украинской церкви, но их три, две раскольнических, непризнанных, а та, которая законно не просила автокефалии, и она отказалась от нее, она сказала, что нам не нужна автокефалия. И что теперь делать в этом? То есть, понимаешь, сам по себе, то есть, этот вопрос был понятен на церковном уровне всем. Когда единая церковь просит независимости, она едина в своих убеждениях, церковь, не государство, некий Порошенко, который пришел и ушел, и неизвестно, когда, что с ним будет, а реальная церковь, которая единая и просит. Но законная церковь ни о чем не просила. Более того, он сказал, что она нам не нужна автокефалия. Но, подожди, в такой... То есть, с точки зрения церковных канонов, это абсолютно абсурд. Более того, что еще сделал Варфан Аммия Оскорбительного? Он даже не пожелал общаться. Он прислал экзарков из Америки, один из них католик. Но ему нужно было решать вопрос этой законной церковью. А хочет ли она автокефалию? Он даже не сделал этого запроса. Он не принесли, что это нужно. То есть, ее просто взяли и обошли. Ну, ситуация, конечно, абсурдна. Поэтому, может быть, и реакция такая, ну, скажем так... Никто не поддержал. Да, никто не поддержал. Это мертворожденная церковь. Она будет мертворожденной, но при этом принесет много крови. То есть, она сделана для того, чтобы Порошенко, наконец, мог поднять свою рейсинку и снова быть переизбранным. Только для этого. То есть, он такой теперь, знаешь, отец Петр, новый Владимир, который, типа, крестил, знаешь, Русь. А теперь он, значит, крестит Украину. Вот он какой образ себе строит. Новый креститель Петр пришел на землю Украины. Ты понимаешь? Но это же может обернуться и положительной стороной для нашей страны. Вот сейчас о чем говорю. Сложные отношения с Константинополем, да, достаточно проблематичные, с такой, ну, непростой историей. А сейчас мы прекращаем все евхаристические отношения с ними. То есть, мы от них практически независимы становимся, слушай, ну, это же плюс, замечательно. Пусть так и будет. Православная русская церковь становится независима от Константинополя. Да. В каждом кризисе есть, как бы, возможность, а есть кризис. Есть беда. Беда в том, что... Я даже спрашивала, когда напрямую Лаврова, вы мне так и не ответили на вопросы. Ты спросила, а что мы будем делать, когда будут убивать на Украине священников церкви Московского Патриархата? Что мы... Как мы будем защищать их? Ты знаешь, что... Вопрос очень, как бы, сложный. То есть, мы бросаем... Мне жалко людей. Это вот та сторона кризиса, которая ужасна. Потому что если начнет литься кровь, она не будет литься до выборов, я тебе уверяю. Они будут сейчас осторожничать. Не-не-не, уже начались захваты. Они начались захваты, но это еще цветочки. Там же есть волки, которые сидят, националистические отряды, которые готовы врываться и убивать. Вот это страшно. Прихожан убивать, убивать церковников, вытаскивать их, выкидывать, вышвырить и так далее. Захваты уже начались. А что будет дальше после выборов? Я могу тебе сказать, что, отвечая на вот твой вопрос, но мы спрашивали об этом не министра иностранных дел нашей страны, мы спрашивали священников, украинских священников Московского Патриархата. Мы с ними общались в эфире, и один из них сказал, сначала мы уйдем в подполье. Говорит, ну нам-то ладно, нам и прихожанам, мы можем молиться где угодно, Бог нас услышит. Но, говорит, страшно будет монастырям, страшно будет монахам и монахинам. Да, да, абсолютно. Потому что им-то бежать некуда. Не бежать некуда. Православные могут по домам закрыться и уж, простите меня, молиться в маленькой комнатке. Иконы были бы, вера была бы, а эти люди куда пойдут? И он сказал, вполне вероятно, к вам в Россию. Да, потому что это страшная вещь. Но о возможности. Чтобы уж быть, чтобы объяснить, вот многие не очень понимают, как ни странно, наша церковь, независимо от Фонара, уже более чем 500 лет. И мы даже праздновали это событие, а праздновал его вообще товарищ Сталин. Да ладно, Даш. Товарищ Сталин, да. Праздновал это событие. Более того... Кровавый тиран и борец. Сталин, конечно, быстро... Он же, суки, семинарист, не забывай, да, бывший. Сталин быстро понял ошибку, которую совершил, значит, Советский Союз совершил. Вначале уничтожая церкви и так далее, и отвернувшись от всего этого. И он попытался... Началось все со Второй мировой войны, когда начались, значит, поднимать вот эти святых, там вот и так далее. И он обратился к церкви. И так вот, Сталин понимал, что как можно быстрее нужно сделать Московскую церковь в связи с Холодной войной, которая наступает, независимой. И избавиться от этого самого Костребского патриархата, который просто не более чем пятнышко на карте в ту пору. И тогда, значит, он в 1948 году в Москве состоялось все православные совещания глав представителей автокефальных православных церквей в честь 500-летия фактической независимости русской церкви. Которая состоялась в 1448 году. И я объясню, почему. Более того, планировалось вовсе не совещание. Планировался первый за тысячу лет Вселенский собор. И цель этого собора по-сталински была совершенно поставлена четко. Решить вопрос о присвоении Московской патриархии титула Вселенской. То есть, проще говоря, отобрать этот титул у крохотной Константинопольской патриархии, которая всю войну тихо просидела себе в Турции, не вякала. А Турция, хоть и не считалась явным союзником Гитлера, но готовилась, когда пошла Сталинградская битва, к тому, чтобы выступить на стороне Гитлера. И у нас были очень серьезные для этого основания. Потому что СССР в то время, с точки зрения православия, освободил, в очередной раз, положив 27 миллионов жизней, освободил православные государства от дьявола, от Гитлера. И, собственно говоря, мы получили моральное право считаться покровителем. И Сталин-то понял очень быстро. Покровителем всех православных. Московская церковь становилась главной. Это была цель Сталина. Вот для чего он собрал это все православные совещания. Но понесся собор. А собор может быть только если приехали все. И кто не приехал, как ты думаешь? Константинопольский патриарх, естественно. Он же не дурак, я хочу, чтобы вы не излагали. Цель была собрать всех и не изложить патриарха, и забрать себе, собственно, титул Вселенской патриархии. И вот, знаешь, вот тут все статей провалились, пришлось назвать совещанием, поскольку Константинопольский патриарх не приехал. Если бы, даже вот, честно говоря, удивляюсь Сталину в этот период, потому что Сталин совсем один был человек, он человек был решительный, как мы знаем. Почему мы в момент нашего наивысшего морального и военного могущества не могли сделать такую мирную тихую вещь, как, ну, скажем так, пусть это грубо звучит, почему чекисты не могли провести спецоперацию, спокойно вывести из фонара на собор Константинопольского патриарха, я не очень понимаю. Мне кажется, это была большая ошибка со стороны Сталина. И не такие вещи проворачивали. Могли бы как бы тихо привести его, не знаю в чем. Под белые рученьки. Под белые рученьки на собор в Москве, и тогда у нас бы не было никаких проблем с автокефалией Украины, потому что мы бы стали Вселенской Патриархией. Собственно, то, к чему нам нужно стремиться, потому что мы являемся действительно православной державой, которая единственное блюдет интересы православных. Кто защищает православных силы? Отнюдь не Кастейнопский патриарх, он вообще ни одного слова не сказал про силы, ни одного про убийство хатистян. Кто вообще на себя эту миссию всегда брал? Россия, поэтому она имеет право. И почему мы независимы? Казалось, почему в 1448 году Сталин отмечает 500-летие независимости Русской Церкви? А вот почему. Это как бы история долгая. Мы же считаем себя наследниками Византии. И мы очень долго следовали всем, как полагается, всем канонам и так далее. И считали себя, как бы, вот нам Византия принесла веру. Но получилось, не будем сейчас говорить про раскол 1054 года, когда разделись на католиков и на православных. Но первый скандал, в общем, когда греки потеряли свой авторитет. Дело в том, что Византийская империя, она вообще слабела. Палеологи стряхлись от страха, это были императоры. И они начали потихоньку, как всегда в таких случаях делается, искать защиты кого? Запада. И стали договариваться потихоньку с Ватиканом о том, что давайте с Папой Римским, что вы нас защитите от турок по-военному, а мы, значит, признаем вас главным, но обряды сохраним свои. То есть такая великая сделка называлась это вообще Феррара-Флорентинский собор. Будем называть для краткости Флорентинский собор. Это была подлость, гадость и предательство интересов вообще православия. Ну, мы-то, русские, ничего об этом не знали. Интернет тогда не было, телефоны тоже, понимаешь. Вести шли долго месяцами. И о том, что творится. И мы хотели послать своего человечка на этот собор, чтобы контролировать, что там за ситуация. Потому что дела темные затеваются. И хотели послать митрополита Рязанского Иоанну. Но Константинополь сказал, что нет, 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 мы своего человека возьмем, который будет представлять русскую церковь и поставить подпись от имени Святой Руси. Это был некий грек Исидор, который мы в глаза не видели. И мы сказали, ну, хорошо, сколько в то время еще у нас были такие... Все-таки это Константинополь, пусть будет грек Исидор. И когда, я писал себе, грек Исидор подписал Флорентийскую унию о заключении союза с католиками, о том, чтобы становиться католиками, то есть мы как бы православные, но вот этот вот заменитый Флорентийский собор, это первое предательство, которое совершили Константинополь. И оно было подписано от имени Святой Руси неким грекам Исидорам, которого никто не знал, он в глаза не видел. Значит, вот когда Константинополь начал хитрить, это был 1438-1439 год, на Флорентийском соборе они закрепили предательскую унию католической православной церкви в обмен, как они считали, на военную помощь Запада. Кстати, откуда вообще образовался Афон? Это порядочные греческие люди, которые поняли, что совершается предательство, бежали из Византии в Грецию и построили монастыри. Это они ввели такую особую форму религиозной жизни, исихазм, молчание, безмолвие. Почему это было обусловлено? Они же там молчат всё время, да. Чем это было обусловлено? Тем, что если ты хочешь спросить человека о его политических взглядах, он молчит, понимаешь? Или что ты думаешь по этому поводу? Да. А он молчит. Он принял обид безмолвия. Это был такой способ защитить себя. И вдруг на этом соборе эту предательскую унию подписывает от имени Святой России некий грек Исидор, которого потом посылают объявить об этом великом счастье в Москву. Москва ни сном, ни духа, естественно, пока он не дойдёт. Признаёт, конечно, духовную власть, но чувствует, что это дело недоброе. Не верили на Руси, что такое возможно. И вот приехал греческий иерарх Исидор и стал молиться в Москве. И вдруг он поставил, стал молиться за Папу Римского. То есть он поставил первым Папу Римского. Скандал вообще невероятный, потому что во время литургии он сказал имя Папы Римского раньше, чем патриарха Константинополя. Это был такой шок, что у него бросились прихожане, разорвали бы его на кусочки. И чтобы его спасти, чтобы его арестовали сначала московские власти, посадили его в монастырь, а потом дали ему возможность сбежать, чтобы уже окончательно не портить отношения, чтобы хоть живой ушёл этот Исидор. И вот тогда мы порвали все отношения с Константинополем. Это, извините, ещё 1438-39 год, когда была после унии. Вот тогда мы сказали, что вы предатели, раскольники, гады, сволочи и так далее. Ещё тогда поставим любого предателя. Более того, что произошло? Произошло то, что всегда происходит, когда люди православные доверяют Западу. Ватикан, естественно, кинул бедную Византию, хотя обещал военную помощь против туров, и никакие войска не пришли им на помощь. И поэтому Константинополь пал. Пал окончательно, был захвачен, именно потому, что он оказался предателем. А предателем, мне кажется, что это было на божье наказание за предательство. Вот предательство никогда не случилось без наказания. И русская церковь осталась тогда наследницей. Реально наследницей всего. Потому что что такое был Константинополь? Ничто. Он был захвачен турками. Он стал мусульманским городом. Сохранились какой-то кусочек от этой церкви. То есть никакой власти. Почему он называется всего лишь первой среди равных? Вселенская патриархия, это такое пышное название, на самом деле говорят, первой среди равных. Он не папа римский. Это нужно не забывать. Он не папа римский. Нет в православии папы римского. И поэтому тогда наши русские люди подумали и сказали, что дело иметь с Константинополем вообще теперь незачем. И нельзя. И мы даже стали самостоятельными. И тогда мы выбрали своего патриарха. Они стали никого спрашивать. Им стал тот самый рязанский епископ Иона, который мы хотели посадить всё время на собор, поделать такие соборы, чтобы посмотреть, что за дела творятся. И наша церковь стала фактически в 1448 году, мы ещё до падения Константинополя стали независимыми. Потому что мы сами выбрали себе патриарха. И не стали советоваться ни с каким Константинополем, потому что с предателями не разговаривают. Даша, но тем не менее, на протяжении, смотри, какого количества времени, столетий, мы всё-таки пытались поддерживать какие-то отношения, не разрывали их. Ну вот... А жалко было, блин, когда он пал в 1053 году, и когда от него остался маленький кусочек под названием вообще непонятно что, и даже креста на нём не было, то, естественно, что как православные и сентиментальные... Милосердие. Во-первых, представьте себе, что все эти греки со страшной силой побежали в Москву, когда пал в Константинополе. И фактически всё греческое православие, все высшие чины, многие нищие, всё выбросав, Москва их всех обласкала, Москва их всех приняла. Москва решила, что раз мы наследники, вот почему на себе взяли такую роль, раз мы наследники Византии, раз мы уже такой третий рим, то надо всех принять. А приняли очень много. И фактически всё наше православие, оно греческое православие, по греческому обряду, оно перекочевало именно в это время, когда они нищие, жалкие, всё потерявшие, толкались в пороги у нас, и вообще куча греков перебежала в Россию. Вот ты поезжай по Донбассу, там одни греческие сёла, и самое популярное это греческие чебуречные. Вот люди заказывают, говорят, что а почему греческие чебуречные? Они все тут живут. Сколько греков живёт в России? Сколько хосел застукат за... Они все бежали в Россию, потому что их вечно мочили турки. И Россия всегда открывала объятия грекам и всем их высокопоставленным священникам, потому что свои братушки. Поэтому как бы... И когда случилось восстание Греции в 1821 году за независимость, кто его начал? Русский генерал в Силанте, он этнический грек. Кто ему дал на это денег? Россия дала на это денег, как всегда. Жалко, кормили мы фонар. Первую резиденцию отстроили они на наши деньги в 1601 году. У них вообще ничего не было, ни кола, ни двора. Кто такой фонар? Понимаешь? Реально, ни кола, ни двора не было. И русские цари посадились в 1601 году, они получили деньги, построили первую резиденцию на наши деньги, блин, извините. И всегда мы их защищали. Они довольно трусливые же были, сидят окруженные турками. И мы освободили Грецию, собственно говоря, помогли освобождению Греции. Каким образом? Потому что когда началось восстание, то первое, что сделали турки, они схватили их в трусливого патриарха Григория V, который совершенно никак не поддерживал восстание, и просто повесили его на воротах его же резиденции. И тело висело, и греки побоялись его снять. И тело потом выкупили за 800 пиастров евреи, надругались над ним, выбросили в море. Но есть и другая версия, что, значит, турки над ним надругались, выбросили в море. Потом эту информацию за великие деньги выкупила, где его тело русские выкупили, послали корабль, святой Николай, погрузили останки этого патриарха, увезли его в Одессу, чтобы хотя бы похоронить его на православной земле. Нам кто-нибудь спасибо за это сказал, этот фонар, извините за выражение, этот Касатинопольский патриархат. Вот как русские... И после этого мы прервали все отношения с Турцией, и началась русско-турецкая война, которая закончилась, очевидно, русско-турецкая война, которая закончилась в обождении Греции. И кто-нибудь, кто-то благодарен нам за это? Никто. Мы кормили фонар почти 400 лет. Мы кончили его кормить, когда началась русская революция, и когда, значит, их стали кормить американцы. Теперь их кормят 100 лет американцы. Да, ну понятно. Рука отдающего сменилась. Суть берущего осталась. А скажи, пожалуйста, ну все-таки вот по твоему мнению, роль русской православной церкви, она вот в данной ситуации какая? Вот что мы можем сделать? Кем мы должны стать? Мы должны брать на себя именно роль это первой среди равных. Не объявляя себя вселенским батареархом, Кириллом или что-то еще в этом духе. А именно первой среди равных защитницей, то есть Россия должна взять на себя активную роль защитницы православия. Это касается арабских стран, где уничтожается христианство, это касается африканских стран, где оно уничтожается в огромных количествах, это конфликты в Нигерии, дойже и так далее. Мы должны везде встать на защиту, даже не только православия, на защиту христианства, как истинная церковь. Поэтому мне кажется, что есть еще африканские православные, я даже не знала, что в Африке куча православных, ты знаешь, да-да-да, там очень много. То есть если мы встанем на такую позицию защиты христианства, это даст нам возможность усилить свою роль в политической точке зрения, в стратегической точке зрения, и как стать церковью реальной, потому что церковью не предательницей, а церковью, которая поставит в изоляцию Костяновский патриархат, который оказался предателем, собственно говоря, каким он был всегда. Да, ну в общем, воздаст каждому по делам его.